Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Большую часть своей жизни они проводят в непрерывном полете, не приземляясь по многу дней подряд. Когда я слышу их свист над головой, другие птицы меня перестают интересовать. Поэтому во время нашей скайп-конференции с орнитологом московского зоопарка Иннокентием Сметанином просто не могла не зайти речь о стрижах. Вообще-то мы с Иннокентием очень много обсуждали тему так называемого спасения выпавших птенчиков. Иннокентий как специалист с многолетним опытом обоснованно объяснил зрителям, что самое лучшее, что в подавляющем большинстве случаев человек может сделать для птицы встречной в природе, это вообще ее не трогать. На каждый случай реальной помощи человека-птицы приходится великое множество случаев, когда вмешательство человека становится для птицы губительным. Однако есть одна птица, которая действительно в некоторых ситуациях не может выжить без человека. И птица это стриж. Дело в том, что стриж не приспособлен к тому, чтобы взлетать с земли. Пальцы у него направлены в одну сторону. И оказавшись на траве, самостоятельно подняться в небо стриж уже не сможет. Поэтому люди стрижам иногда помогают. Послушайте нарезку отрывков из нашей скайп-конференции с Анакентием Сметанином. Те эпизоды, где речь идет о спасении стрижей. А что касается стрижей, ну да, их тоже часто очень приносят. Что у черного стрижа есть такая особенность. У него птенцы сидят везде до того момента, как уже должны полностью переходить к самостоятельной жизни. И покидая гнездо, стриженок уже туда больше не возвращается. Но часто бывают ситуации, когда или что-то пошло не так, ну просто в момент вылета, он же первый раз в жизни летит, он может за что-то задеть и упасть на землю, или хамить на балкон, залететь, такое тоже бывает. Или совсем раннее выпадают, ну явно готово. Да, или повесить гнезда раньше срока. Это обычно бывает, когда что-то случилось не так, или родители погибли, или родители улетели, ну жизнь жестокая, у них такое бывает. Если там какой-то погодный эпитоклизм, они могут откочевывать. Просто оставив птенцов в гнездах, так сказать, выживать, как придется. В некоторых случаях стрижата могут вкасть в такое подобие анабиоза, и благополучно досидеть до возвращения родителей. Но бывают случаи, что они вылезают и падают на землю. И вот таких птенцов действительно можно выкормить в долюбном состоянии и выпустить. Собственно, в интернете есть группы стрижеспасателей, вот ВКонтакте есть, и здесь на Ютьюбе. Ну, у меня в рекомендуемых даже Александр Меркурьев есть, который там каждый год выкладывает, как они выпускают в природу стрижей. Вот, Иннокентий, хотел такой вопрос задать, непростой. То есть, ну, есть алгоритм, в принципе, как докормить, да, как... То есть, ну, бывают там удачные случаи, когда стрижа удалось все-таки докормить дома, долетного состояния до этого довести, там вес около 38-40 граммов. Вот, он уже там разогревается, готов лететь, с руки стартует, полетел. Ну, есть ли вообще, ну, большая надежда, что он выживет в живой природе после этого? Ну, а кто ж его знает? Статистики нет. Проверить невозможно, да? Хочется верить, что выживет. Но мнение существует разное. Например, мне попадалась такая информация, что, если, допустим, стрижа выкармливать суррогатным кормом, то есть, фарш, куриное яйцо, творог, то улететь, то он улетит, но в дальнейшем у него начинается панологическая линька, и, ну, короче говоря, у него выпадают маховые перья, и он все равно в итоге погибает. Но только выпускающий этого не видит. То есть, что кормить нужно только живыми насекомыми, что, опять же, не всем по карману, не у всех такая возможность есть. В принципе, существует европейский, насколько я знаю, ресурс по черному стрижу Commons Lift.org. Ну, там на английском языке инструкции, но очень подробные, потому что вот это движение волонтеров, именно стремящихся помочь таким вот попавшим в беду стрижам, оно в Европе тоже существует. Иннокентий, наверное, все-таки с верхних этажей отпускать стрижей – это не совсем правильно, да? Ну, в природе, в естественных-то условиях они же именно с такой высоты стартуют. То есть, в принципе, на самом деле, чем больше у него будет запас высоты, тем на самом деле лучше. Тут из наших зрителей в чате еще вот Александр Мамонтов выкормлю. Еще раз. Если есть момент, то срок подошел, а это, в общем-то, стриж обычно сам показывает своим поведением. И если он нормально упитан, то мне кажется, что все-таки чем выше точка старта, тем больше у него шансов на успешный вылет. Ну, вот почему-то эти бригады стрижеспасателей, они предпочитают с земли, вот на вытянутую руку, божья коровка, улети на небо. Ну, потому что в этом случае, если что-то пошло не так, можно сразу же его подобрать. А если с девятого этажа, то даже если он там, видно, что полетел нехорошо, но потом его не найдешь. Ну, вообще, мне кажется, вот то, что люди, ну, сами для себя, для своей души, да, выкармливают стрижей, вот, делают это доброе дело, да, и, ну, понятно, то, что вот к названию нашего стрима вернемся, кто кому нужнее, да. Это, в общем-то, спасают там одну птичку, там, или двух, да, или вот эта вот большая бригада, то, что вот, ну, Меркурьева ролик там в августе был, как отпускали, там, ну, в сумме там 26, что ли, вот такого плана стрижей выпустили, но это все равно единицы, да. То есть, моральное удовлетворение большое для души, а вот, что касается среды обитания тех же стрижей, ну, очень хороший пример, я думаю, потому что в природе, они вот там, где люди не поселились, они же гнездятся на скалах и в старых деревьях, наверное, в верхних дуплах, так? Ну, у нас они, да, в основном в дуплах, а где-то там по южнее, там, где есть скалы, там на скалах. Ну, на самом деле сейчас, насколько я знаю, у черного стрижа практически неизвестны гнездования на скалах. Я, конечно, могу ошибаться, но вот где-то мне такое попадалось. То есть, в дуплах деревьев отдельно-стрижей, да, бывает, вот, а вот чтобы на скалах, не слышал это. Старые деревья наши соплеменники по виду Homo sapiens очень активно уничтожают для своих нужд, вырубают. Там же дело даже не в том, что там же нужны деревья-то очень специфические, которых, в принципе, очень мало. То есть, это должно быть дерево с дуплом, стоящее на открытом месте с хорошим подлётом к дуплу. То есть, это вот то, что в природе, это или какие-то отдельные деревья на старых вырубках, на старых гарях или на верховых болотах. Обычно какие-то старые сосны, там, с дуплом какой-нибудь жилны. Вот, и вот она стоит фактически вот на открытом месте. Ну, вот, получается, люди сами построили многоэтажные дома, которые для гнездования стрижей очень удобные оказались. Да, то есть, сейчас ситуация такая, что стриж – это вот такой вот, можно сказать, симбион человека. И, в общем, там, больше 90% стрижей гнездятся именно в человеческих постройках. И другого способа гнездования не признают. Иннокентий, а то, что вот британцы распространяют вот эти кирпичики с дырками для стрижей, ну, которые при строительстве домов высотных рекомендуются там вкладку кирпичей под крышу класть, именно приглашать к себе стрижей, это насколько перспективная тема? Ну, в принципе, наверное, перспективная, потому что, действительно, не во всех современных зданиях есть непредусмотренные конструкции, но, тем не менее, подходящие места для гнездования стрижей. То есть, если там, ну, в каком-нибудь, там, не очень отдаленном будущем строительство будет вестись таким образом, что непредусмотренных специально полостей для гнездования стрижей в домах не будет, то им просто будет негде гнездиться. То есть, если мы хотим, чтобы в наших городах жили стрижи, то, наверное, нужно думать, я в этом в том числе. То есть, может быть так, что эффективнее польза для стрижей будет это там не спасти одного, два, пять, десять, там, или сколько за всю жизнь человек может сто выпавших стрижат спасти, допустим, выкормить, да? Может быть, более эффективно где-нибудь на собрании жильцов дома, на тему реновации фасадом, кулаком по столу постучать и показать фотографии, стрижать, чьи интересы надо учесть при ремонте фасада или даже там при проектировании там новых кварталов, там, если вот кто-то среди архитекторов будет в этой теме вообще услышит наш сегодняшний стрим, там фотографии увидят, да, что, ребят, давайте учтем интересы вот этой птицы. Это может быть эффективнее? Ну, и это, и опять-таки то, что в скворечниках прекрасно они гнездятся, и, собственно говоря, вот эти вот традиционные во многих местах скворечники на высоких шестах, а не на деревьях, они часто бывают не столько скворечниками, сколько стрижатниками. То есть в сельской местности, например, вполне можно таким образом привлечь стрижей. Итак, развитие цивилизации привело к тому, что люди и стрижи образовали некий симбиоз, и стрижи теперь сильно зависят от людей. Кто все-таки больше помогает стрижам? Стрижеспасатели, пытающиеся выкармливать и выпускать в небо стрижат, преждевременно вылетевших из гнезда, или те, кто занимается проектированием и строительством многоэтажных кварталов? Ведь если стрижеспасатели спасают единичных птиц, то строители и проектировщики, приняв правильное для стрижей решение, спроектировав фасад здания, с учетом интересов гнездящихся там стрижей, спасают целую популяцию. На мой взгляд, важнее и те, и другие. Ведь не узнав об особенности стрижей и их образа жизни, не увидев работу стрижеспасателей, строители и проектировщики могут не задуматься, насколько их решения важны для стрижей, и сколько людей переживают за судьбу этих прекрасных птиц. А еще важны фотографы и авторы YouTube-каналов, показывающие стрижей во всей их красе, и вообще все люди, распространяющие эту информацию. Кстати, на канале «Реальный мир» скоро появится давно обещанный ролик «Короли неба» именно про стрижей, так что подписывайтесь и следите за обновлениями. Запись полной версии нашей скайп-конференции с Анакентием Сметанином доступна здесь. Подписаться на канал Анакентия можно по этой ссылке. А вот один из моих любимых роликов на его канале не про стрижей, но про птиц в полете. Друзья, берегите стрижей, берегите природу и до встречи в реальном мире.